К визиту проверяющих в торговом центре стройкоммунар заранее никто не был готов. Без предупреждений комиссия заходит с рядом вопросов, и первый возникает уже на входе. Охранники пропускают транспорт на территорию рынка без какого-либо досмотра. И это нарушение, говорят члены комиссии. Никто не знает, какой груз везут эти машины и насколько он безопасен. Но при личной беседе водители пытаются доказать обратное. Подъехал, воротом открыл, посмотрели. Кто открыл? Есть вот человек, где он посмотрел, что везет. Вы уверены, что он открыл? Да. Вы оттуда заехали? Да. Так он уже 15 минут стоит неподвижно на этих воротах. Объект на безопасность проверяют сотрудники администрации города, полицейские и спасатели. У каждого свои требования. Представители МЧС, к примеру, проверяют наличие огнетушителей, состояние электропроводки, исправность пожарных кранов. Нарушения незначительные, но все же есть. Руководство торгового центра все претензии принимает во внимание и уверяет, что очень быстро все исправит. Хотя соблюдать правила безопасности на территории торгового центра, говорят, старались и раньше. У самого в кабинете стоит дублер мониторов, 16 камер, и она смотрит меня. А так, последневно, сами смотрим и оповещаем всех реализаторов, чтобы смотрели за сумками, за посторонними людьми. Требования к торговым площадкам города все одинаковы и утвердили их на заседании антитеррористической комиссии. Безопасность покупателей должны обеспечить руководители рынков и торговых центров, а уже качество работы проконтролирует комиссия. Каждый собственник объекта должен обеспечивать мероприятия по антитеррористической защищенности. В том числе и по осмотровым мероприятиям, входящих на объект граждан, въезжающих машин, ввозимых грузов, дабы обезопасить наших гостей и жителей города-курорта. Подобными проверками в Сочи никого не удивишь. Ревизоры регулярно посещают объекты размещения, торговли, развлечений. Что касается торговых центров, то в списке комиссий их 250 по всему Большому Сочи. И на каждом пройдет проверка без предупреждений. В свою очередь покупатели тоже должны быть предельно внимательны. И если на глаза попадется подозрительный объект, обязательно сообщить информацию службам безопасности, либо по телефонам оперативных служб. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.